Особое мнение на 101FM И появится, обязательно обсудим Юрий Львович, я, наверное, все-таки Начну с событий А я начну с фразы, которую мы забыли сказать Что все сказанное в эфире Является моим оценочным суждением Спасибо большое за вот это уточнение Это важно Особенно для вашей радиостанции Находящейся под постоянным контролем Спасибо, под бдительным контролем Я бы сказала Хорошо, давайте все-таки Великорецкий крестный ход Он такое событие, которое ежегодно Проходит в нашем регионе И в этом году официально Великорецкого крестного хода нет И тем не менее Какая-то часть паломников, в том числе иногородних 3-го числа на прошлой неделе Ушла на Великую Ну, не совсем малая часть Ну, там несколько сотен человек было, насколько я понимаю Ну, тысячи, наверное Не знаю, по головам не считали Потом по итогу, значит, спросим Сколько было и 6-го числа Великорецкой Потому что уверена, что приезжали туда И отдельно тоже люди Вы уже видели фотографии Да, конечно Совершенно верно Вот, 8-го числа паломники Традиционно в Кирг возвращаются Я не знаю, сегодня это будет Насколько массово Вы мне сказали до эфира, что Часть паломников, вернувшихся Вы уже видели в городе? Да Уже были То есть люди приехали Да, я вижу, что происходит сейчас в социальных сетях Я не знаю, вызывало ли такой ажиотаж И настолько там массовое обсуждение Хоть какая-то политическая тема Да, вот как Великорецкий крестный ход Который не крестный ход в этом году Видите, это все же связано со здоровьем людей Совершенно верно Она нашла такое отражение и в социальных сетях Я, конечно, не собираюсь оспаривать желание верующих Выполнять какие-либо действия Если они не нарушают общего жизненного порядка И это неправильно обсуждать действия верующих людей Но меры безопасности, которые они должны были бы выполнять По существующему сейчас законодательству Меня ввели в такое непонятное состояние Потому что те нормы порядка, которые должны быть на территории Кирова и Кировской области При выполнении этого мероприятия категорически не соблюдались Да, надо отметить, что церковь соблюдала взятые на себя обязательства А вот все, что остальное касается паломников Это приезд диногородних без обсервации, без проверки Их перемещение не на социальном расстоянии Если мы видели, что во время служений, где стояла церковная группа То там все соблюдалось, то все остальные стояли Кто в масках, кто без маски Без маски Целование рук Вот я видел на многих фотографиях церковных служащих Которая их проходила В нынешнее время Люди себя считают бессмертными Это их личное дело Но дело в том, что они потом вернутся в среду То есть в город вернутся, в районные области И будут контактировать с массой людей Они поедут в другие регионы Пускай уедут в другие регионы Это проблема других регионов Они тоже поконтактируют А то, что у нас Хотя мы прекрасно знаем, что у нас из Подмосковья есть Из Москвы паломники Они об этом пишут в социальных сетях Об этом Не скрываю Там Краснодарский край, где эпидемическая обстановка Будем говорить, намного хуже, чем в городе Кирове Ну вот у нас сегодня надо сказать, что вот как-то статистика Или что-то другое сработало Но у нас сегодня по статистике практически в два раза меньше Зарегистрированных заболевших, чем в предыдущие дни Но эта цифра, она плавает Нет гарантии, что завтра она не выскочит Да, она плавает, да Ну и слава богу, если бы она не выскочила Ну в этом, конечно, приходится сомневаться Юрий Львович, вот какой вопрос, связанный с паломниками Первое Вы сказали, что церковь со своей стороны сделала все И действительно там епархия Да я хочу еще отметить, что администрация Очень неплохо поработала в части населенных пунктов Где раньше находились Место стоянки Да, место остановок Да, население практически в большом количестве Выполняло те требования, которые надо было и соблюдать То есть они не запускали паломников Не ходили с ними в контакт И я думаю, что это очень хорошо сохранило В том состоянии эти населенные пункты Если бы это не выполнялось То есть там бы эпидемическая ситуация Наверное, после 10-11 дней бы Ну значительно могла ухудшиться Я не знаю, каким это методом делалось Но главное, что есть результат Население не контактировало с паломниками То есть люди сидели дома Да Люди сидели дома Поэтому администрация, я считаю, как бы там говорили Запугивала она Или она вела суперразъяснительную работу Может и такое быть Я вот в это даже больше верю Что запугать вятских жителей Ну это такое Слушайте, Юрий Львович, а совсем нет механизмов Для того, чтобы воспрепятствовать по ходу Будем говорить не крестных По ходу группы верующих Конечно, если бы была другая социально-экономическая обстановка В регионе Не предстояли, я думаю, голосования То власть была бы в этом вопросе намного жестче И она бы смогла выполнить все необходимые требования При создавшейся специально-эпидемиологической обстановке Подождите, то есть вы говорите о том Что предстоящее голосование по конституции Вот эти вот жесткие меры В том числе То есть могли бы, собственно, и забирать, и хватать И везти Зачем хватать? Ну не знаю На обследование зачем? Их не хватать Должны были при въезде в город На автомобильных дорогах На железнодорожном вокзале, конечно Знают о том, что Все же граждане предупрежденные заранее Могут приехать из других регионов А у нас есть требования о том, что должны пройти Обследование граждан, не приехавшие Ну и двухнедельный карантин Да Но, к сожалению, это требование не выполнялось Из-за предстоящего голосования по конституции Вы так уж говорите Я говорю, из общей социально-экономической обстановки В том числе и за голосование Из-за этого, понятно Один из факторов Юрий Львович Не главный Смотрите, в социальных сетях сейчас Вот последние там 2-3 дня С той поры, как паломники ушли Активно обсуждается вопрос Окей, хорошо, они ушли Мы не могли их остановить Люди пошли Давайте мы сейчас по окончании Вот этого мероприятия Каждого из них остановим Возьмем у него тест Ну хотя бы тест Вот Были предложения более радикальные Остановим Если это не местные люди То, значит, их поместим в обсерватор Если это кировчане То заставим их под подписку Там под роспись Сидеть дома 2 недели Обсерваторам не хватит То количество наверняка разместить Так, раз Потому что мы не подготовились Но я думаю, что это никто делать не будет Потому что были бы предварительные меры взяты Сделаны А уже после, как говорится, имитации Бесполезно? Да не стоит Ну сейчас-то они вот из такой Замкнутой среды Как раз, получается, выходят в мир Так они, может, в эти же автобусы двухэтажные Сейчас же прямо садятся и уезжают Понятно Это исключать тоже нельзя То есть поздно уже? Ну, конечно, поздно Они уже до этого походили по городу достаточно Они же не в час в час приехали Юрий Львович, на самом-то деле Смешного здесь ничего нет Да, смешного нет И помимо той истории, которая связана со здоровьем Это ведь еще экономика Да, конечно Самая первая очередь Поэтому непонятно, почему Можно людям идти спокойно Не соблюдая никакие социальные нормы Перемещаться Стоять и разговаривать В торговых центрах, в которых полтора покупателя При нынешней Наличие средств у населения неоткрываемо Но если еще общепитом, как называемого, нулевого Боятся, что не смогут найти заразившегося То федералы в этих же торговых центрах Спокойно работают То в масках, то без масок То в перчатках, то без перчаток Это мы сейчас говорим там про детский мир в частности, да? Я про спортмастер могу сказать Я сам все это видел Как продавцы ходили и без масок, и без перчаток Это мне непонятно, где действительно народ Рассредоточен У нас же нет толп, ходящих по торговым центрам Нет толп Их не было до Сейчас их тем более не будет Потому что не на что особо Не на что еще, и не факт, что все откроются Отделы, которые были до того Ага, понятно, да И бизнес тоже в таком состоянии, что может действительно Не возобновить работу Непонятно чего Но если в Москве еще есть какое-то понимание Что там может произойти передел Этого бизнеса В связи с тем, что большинство торговых центров Построено на кредитные деньги И чем хуже, чем торговым центрам, как говорится Тем выгоднее определенному кругу лиц То в Кирове-то совсем другая ситуация У нас торговых центров построены на кредиты Ну практически нет И поэтому эта ситуация с торговыми центрами Когда работают все остальные магазины Мне лично она непонятна И я не понимаю, чего боится наш Роспотребнадзор Он вообще всего боится Лучше ничего не делать, чем делать Тут непонятно И проводя такие Ну будем говорить, что не проводя Не препятствуя проведению такого большого Общественного мероприятия Не позволяете работать торговым центром Ни в какую логику не укладывается То есть торговые центры, по вашему мнению Можно было бы открыть С какими-то, может быть, ограничениями С ограничениями, с досмотром, с термометрией С измерением температуры на входе С ограничением количества людей Которые внутри находятся Поэтому маска, если она на улицах города Это глупость Особенно я не могу понять тех людей Которые по одному едут в автомобиле В маске и в перчатках Вот что они делают Ну они просто может быть Только собирают у себя под маской вирусы Дополнительные нагревают их Не знаю, что они там делают Выращивание вируса, в моем понимании Может быть, они просто не любят Снимать, надевать, снимать, надевать Поэтому надели один раз и едут Они разовые вещи На 2-3 часа хватает Как раз на поездку Откуда-то в Киров Хорошо, Юрий Львович В таком случае у меня вопрос Ну ладно, с торговыми центрами Вот еще я обратил внимание В общественном транспорте В пятницу как-то мне резонуло по глазам Сейчас жителей перемещающихся В общественном транспорте Ну значительно стало больше Потому что многие предприятия стали работать Торговые точки То в автобусе или в троих вспомним Что 1-2 человека в масках И посадка достаточно плотная И пространство замкнутое Да, замкнутое И никто не предпринимает никаких мер Да, контролеры Которые там сидят Кондукторы Кондукторы, да И в масках Ну а дальше? И никакого воздействия Где наш бдительный распотребнадзор? Я не знаю Подождите, но ведь невозможно К каждому транспортному средству Представить по сотруднику Практически уже сейчас во всех автобусах Так ты что? То есть Нет маски, нет посадки? Конечно Ну вы можете в метро зайти без маски? Не можете Ну я захожу в магазин И всегда в маски Да, я тоже захожу Ну в метро не зайти без маски? Нет Ну в Леруа Мерлен не зайти без маски Я знаю Так же с тобой в автобусе Это еще проще сделать Ну там-то народ Стоит на остановке Куда ж ему бежать-то без маски-то? Вот в Леруа Мерлен, например, на входе Если у тебя нет маски, ты можешь ее купить Я думаю, что в метро, наверное, такая же история В транспорте В метро выдают даже Кондуктор же не может выдавать Очень простую маску выдают А, то есть можно, да? Да, бесплатно выдают, конечно Ну вообще власть, если она А городского бюджета, Юрий Львович, хватит на маски Что-то требует с населения Она должна заняться обеспечением Мы это говорим Третий месяц уже Но мы же понимаем, что бюджет города не резиновый Ну то есть город не сможет обеспечить общественный транспорт И всех пассажиров общественного транспорта Ну вот на экономных средствах на проведение для города А мы сейчас к этому вопросу обратимся В том числе Попозже немножечко То есть общественный транспорт вас возмущает Скажите, пожалуйста Мне вообще не нравится вас возмущать Люди, которые в нем ездят Да Без соблюдения мер санитарных Все бессмертные, я рад за них Ладно Еще одна есть болезненная тема такая Помимо торговых центров Тоже, значит, представители вот этой именно сферы Активно борются за право начать работу Это сфера общепита Как вам кажется вообще? Ну то есть вот Я по опыту просто европейских стран сужу Я вижу, что начинает открываться общепит с летних верантов Да, у нас почему-то Ну не почему-то, понятно В Кирове эта история, она вообще не распространена Да, она не распространена Два фактора Значит, им надо размещаться на муниципальных площадях Для этого их надо отторговать Так далее и тому подобное Для нас всегда это большая проблема Непонятно почему Но думаю, что сейчас Есть такой новый замруководитель администрации Господин Розаев Эта тема будет решаться намного проще Второй фактор Это погода Все же Не самый главный Хотя и Не в самой там Будем говорить Ну В Норвегии, Швеции Где Тоже не жарко Но там достаточно много Ресторанов и кафе Которые на верандах находятся Да У нас тоже есть такие, конечно, места Но вот Почему им запрещать сейчас работать Мне тоже непонятно И вот начинается сама теория Что с малых объемов начать А не в больших В больших ресторанах кафе Намного же проще Создать социальную дистанцию То есть все эти правила Те, которые имеют там площадь большую А не маленькую Это намного проще сделать Но если у вас маленькое кафе на 5 столика А вы сможете использовать только два Вы навряд ли вообще его откроете А если у вас зал рассчитан на 200 человек На 300 То понятно, что Ну на 100 у нас таких залов практически нет Ну на 100 50 человек вы точно сможете Ну 40 хотя бы Через столик Рассадка через столик Ну да Ну там полтора метра надо всего-то Ну 2 метра, да Хотя на самом деле Между столиками у нас примерно Такое расстояние и существует Ну в больших ресторанах, да, конечно Поэтому начать с больших Они как раз не с маленьких можно Где легче обеспечить Вот эти санитарные нормы А собираются начать Ну и там, во-первых, их очень подрегулировали Там сначала были запредельные требования Но Роспотребнадзор Именно федеральный Как-то включил Мозг И подправил Потому что там были такие требования Просто невозможно было бы выполнить Проще было не работать, чем работать То есть начинать открытие общепита Все-таки с больших Да, ну и веранду-то уж точно можно открывать Но веранду у нас нет Мы ходим на работу Веранду у нас нет практически Есть, вы не правы Я знаю Ну только вот в центре Три места, где четыре есть Ну три, это же немного для города совсем Может, Альдеот для сферы, общепита Давайте на чем-то там где-то есть Хотя бы оттуда Ну организовать веранду Ну это вообще не Если есть прилегающая территория К заведению, то, конечно, это не проблема Почему не выделять муниципалитет Мы же знаем примеры И это часто сейчас Пишется об этом в телеграм-канале Закрещенном на территории Российской Федерации О том, что в отдельных городах Ты бесплатно занимаешь территории Рядом со своим То есть это включая даже паркинги Можно под это брать У них есть специфическое название этих мест Я вот затрудняюсь, не могу вспомнить Их на период лета занимает предприниматель Ну выставляет там сидения, диванчики Делает террасу такую Да, такую террасу Где не питание Я просто вот перед террасой Можно посидеть, отдохнуть И это используются паркинги То есть открытые муниципальные парковки Притом ты их занимаешь совершенно без разрешения В уединительном порядке Это сделано в наших северных государствах Европейских И даже, кажется, еще во Франции это разрешается Не во всех городах, правда В европейских государствах К радости европейских государств Конечно, культура уличных кафе Развита куда больше, чем в Кирове Переживают за бизнес И за свое население Поэтому они и делают все, чтобы было удобно Гражданам, в первую очередь Понятно В Кирове на этой неделе, насколько я понимаю Должно быть принято решение По открытию общепита Я очень надеюсь все-таки, что В каком-то формате хотя бы отрасль заработает Не только в формате доставки Но и в формате Желающих воспользоваться, наверное, уже будет Общих каких-то мер Надеюсь, потому что денег-то у людей нет, к сожалению Ладно, Игорь Львович Вернемся, вот совсем недавно были опубликованы цифры По средней заработной оплате Вы, наверное, видели, да? Да Больше 30 тысяч В регионе зарплата Нет, вы немножко не так посмотрите Чуть-чуть поменьше Приведены данные почему-то в этом обзоре Но у нас получается практически в два раза ниже Чем в среднем по Российской Федерации Ну, средняя по Российской Федерации Небось вместе с Москвой считается И какими-нибудь газовыми регионами Ну, там 109-125 тысяч Средняя заработная оплата Их три района У нас это Янала, Москва и Чукотская Ну, понятно, да В общем, мы поняли А 125 до 109 Мы все знаем счастливых жителей этих регионов Мы все знаем Ну, да Вы сказали по поводу размещения летних кафе Упомянули фамилию Ну, упомянули Аслана Рзаева Заместителя главы администрации Ну, и, собственно говоря С прошлой недели наш город наконец-то живет С главой администрации Дмитрия Осипова 2 июня на этом посту утвердили депутаты Утвердили там Да, потому что на самом деле Со второго или с третьего раза Отсутствует руководитель администрации Вы голосовали за Вы, Юрий Львович, голосовали за Почему? Потому что Осипову поверили Или потому что это невозможная уже ситуация Ну, невозможно жить Ну, во-первых, невозможная ситуация Это неправильная ситуация Почему? Во-вторых, я Так как вхожу в фракцию Я человек дисциплинированный Я могу спорить и доказывать До принятия решения Но если решение принято Я всегда с ним соглашаюсь Да, я могу отставить свои Какие-то принципы, положения Доказывать своим коллегам Но это все делается до принятия решения То есть было фракционное решение Единой России Голосовать за кандидатуру Поддержать Дмитрия Осипова И вы проголосовали Да, ну и я не увидел Более серьезных кандидатов На самом деле То есть не было желающих Тех, которые бы вас вдохновили Да, с удивлением Ну да, честно сказать Вообще не было Слушайте, ну вот эта вот история С... Непонятно, почему другие Если, наверное, и были же еще кандидаты Не рискнули Принять участие Желающие Да, желающие Не знаю Ну вот Альберт Бекалюк Ваш коллега по городу Попробовал Ну это отдельная песня Я не хочу Понятно Я бы даже принимать А больше как-то вот Единственное, что вот Из внештатных не нашлось Альберт внес предложение О изменении порядка Проведения комиссии Мы разбатривали это На нашей комиссии После этого было принято решение Создать рабочую группу По новому написанию этого положения Я думаю, что мы активно Включимся все в работу Включая Альберта И сделаем новое положение Которое будет удовлетворять Все партии, фракции Ну и вообще население Чтобы было А что будет в этом новом положении? А это вот когда она появится Я вам доложу обязательно Ага, понятно Ладно До 22 числа все могут вносить Свои предложения Свои предложения До 22 июня Да Работая группа уже создана Она существует Хорошо От вас лично Я не знаю Может быть от группы депутатов Были ли какие-то пожелания В сторону Дмитрия Осипова? Да, я лично сам высказывался После внесения его кандидатуры Ну если я вспомню Я отметил таких Три Будем говорить Пункта Из тех, которых я Попросил Обратить внимание Господина Осипова Первое было Что вот если Подготовка к уборке Подготовки к праздничным дням В городе проводилась В другом ритме И темпе Чем она проводится Систематически Я считаю Обязательным требованием Такую уборку Делать ежедневно И это по силам На самом деле Подождите Вы имеете ввиду Весеннюю вот эту уборку К первомайским праздникам Она должна быть не традиционной Она должна быть ежедневной Так Потому что Я в продолжение Что конкретно надо сделать ежедневно Убирать город Согласно того положения Которое существует Есть правила уборки Вымести песок Да Тротуары Мусор собрать Все покрасить Деревья Не красить деревья Газоны не стричь Я думаю Что в следующий бюджет города Точно уже не попадет Я поднимал вопрос Но мне мои коллеги Не поддержали Ну пора этой глупостью прекращать Заниматься Уже не строевая часть И там-то уже Во многих местах Прекратили это делать Потому что Пользы от этого никакой нет Так Значит ежедневная уборка города В надлежащем порядке Надо соблюдать город Улицы надо мыть Тротуары тоже надо мыть А не сбрызгивать дождиком Который бывает Иногда очень сильный При неработающей Ливневой канализации К сожалению Я вчера наблюдала Вообще система развития Ливневой канализации Я думаю Что она Идет в свое отражение После дождя И его коллеги Займутся Все же этой темой И может Какой-то дате Юбилейной города Кирова Нам выделят Все же средства Для того Чтобы это было Возможно сделать Я очень надеюсь Юбилей города Кирова Еще 4 года Юрий Ливович ждать Постановление было У Дмитрия Осипова К этому моменту Уже полномочия закончатся Это не факт Что надо прекращать Может быть он останется Да Нет Я не к этому веду Но другой продолжит Понятно В этом ничего страшного нет Главное заложить основу Вот вы же видите Как была заложена основа Хорошо по торгам На ремонт дорог А торговались в этом году Раньше Я думаю Что эта тенденция продолжится И на следующий год А вот Качество Качество ремонта Вот это задает много вопросов Я еще раз И к Осипову обратился О том Что практически отсутствует Линейный контроль Как при уборке города Как при ремонте дорог Мы экономим Копейки будем говорить Ну в отношении бюджета На ставках Так называемых Сменных мастеров Я называю Что бригадиры Которые выезжают На участки Во время работы Они занимаются работой И не следят за тем Что делают их подчиненные А потом миллионы Тратим на гарантийное Обслуживание Этих же дорог Там И чего-то другого Вот я Приведу вам пример Перед майским праздником Перемещался в сторону Лепси И видел как идет Впервые видел После длительного периода Подметают И моют Дорогу Ну водичка так капала Чуть-чуть Чтобы Ни разу не ездить Не заправляться И за машиной Оставалось три следа Остающегося мусора Я успел провести там встречу Повернулся Они опять едут По Октябрьскому проспекту Подъезжаю Останавливаю Этот КамАЗ Который У него на прицепе Там было определенное Устройство Которое якобы Подметает Останавливаю Они все в телефон Один сидит Просто в телефоне Там печатает Второй Разговаривает Все время Движения Остановил Автомобиль Спрашиваю Ребята Вы вообще видите Что там у вас Остается А к нам же не видно Я говорю А поднять это самое место И спуститься Посмотреть Что за вами происходит На удивление Так чисто метет Ваши щетки На удивление Встали и вышли Посмотрели И когда я уже ехал По улице Ленина Определенный период времени Смотрю Средо не остается И вода Как-то так бежит То есть пыль Столбом не стоит Но я же не работаю Сменным мастером Ну понятно Этот человек должен быть При каждой бригаде Он должен Ну по крайней мере Не в каждой бригаде Но он должен смотреть За теми работами Которые выполняются Согласно задания На определенный суд Ну вот мы Если есть человек Который проверяет Форсунки чистые Или нет Когда происходит Пролив между слоями Когда слепаемость Повышает Ну которая должна быть Или нет Вот мы же увидели На трассе Кирово-Русской Когда никто не смотрел Мы видели Подъезжаем А там половина форсунок забита И из них ничего не капает Поэтому результат Вот на лицо Мы же видим Что произошло Результат под колесами Да У нас сейчас И еще я одно попросил Чтобы Осипов не видел Здесь Основные партии Там оппозиционные партии А здесь сидят люди Которые переживают За жизнь города И с ними надо конструктивно Работать С каждым депутатом Да С каждым депутатом Вне зависимости от его политической Совершенно верно Принадлежности Это было одно из моих пожеланий Господин Осипов Мы сейчас еще поговорим о том Что вас волнует И не устраивает В работе городских властей После небольшого перерыва Особое мнение На 101FM Юрий Шлеминзон Депутат Кировской гордумы В нашей студии Это его особое мнение Мы продолжаем Остановились на пожеланиях От Юрия Шлеминзона Депутата Кировской гордумы Новоизбранного Новоизбеченному Главе администрации Дмитрию Осипову Вы уже сказали Уборка и контроль Постоянный Да Работа с депутатами Активная Вне зависимости от того Какую фракцию депутат представляет И есть еще несколько Сфер Да По которым Ну они такие болезненные сферы По которым есть ваши наказки Я не обращал еще внимания Господина Осипова На эту тему Думаю что на ближайшем заседании Думы Или до него Я сейчас могу обратить внимание Я бы вот хотел вас ознакомить С некой перепиской Которая у меня состоялась Одной из заведующих Детского садика Так Это не из моего округа Чтобы не было понимания Угу Ну вот Я вам просто процитирую Отдельные фрагменты Давайте Чтобы было понятно О той проблеме Мы знаем что у нас есть проблема С питанием в школах Слава богу С ней начали заниматься Там появился новый директор Комбината питания Я думаю что в ближайшее время Эта проблема решится Вот Ну это все за образованием Как говорится Вот мы Петрицкого вообще С конца марта не видели Ни одного приказа Ни от департамента образования На открытие дежурных групп Или вообще на весь этот коронавирус Никаких методических рекомендаций По работе Нет Все свалили на нас А потом чехвозить нас будут Что мы не так сделали Они там в департаменте образования От себя все отгребают Только вот боюсь Чтобы в департаменте образования Не дошли слухи о том Что меня Иначе меня быстро попросят Место освободить Или сделать так Чтобы освободило И это вот Место освободить По любому вопросу Который поднимается Связанное с образованием Эта фраза звучит Очень часто От заведующих Детских садиков Или директоров школ Господин Журавлев Наш коллега депутат Тоже обращал на это внимание Вот с этой же фразой Поэтому я думаю Что господину Петрицкому Как-то надо принять меры К себе лично Ну во-первых Александр Львович Петрицкий Это начальник департамента образования Да Администрации Кирова Подождите То есть есть риск Что все заведующие Там ходят под угрозу увольнения Получается Те которые рассказывают Много того Чего бы не хотелось Чтобы рассказывали Если разучить Там ряд фамилий Этих заведующих То они могут Лишиться места Да Такая Такие разговоры Идут в их кругах Так И по вашему Что может сделать С этим Дмитрий Осипов Ну Может Заменить руководителя Принять к ним Определенные Административные меры Есть еще депутаты Которые будут Более глубоко Изучать сейчас Этот вопрос И выходить С предложениями К Дмитрию Осипову А предложение Все-таки Будет характер Поменять Да Такие Да Суждения среди депутатов Имеются Разных Партий и фракций А не устраивает Именно вот эта Декларативная Такая вот форма Работы с подчиненными Или есть еще Какие-то Ну есть еще факторы Мы получаем вопрос На наши запросы Как депутатские запросы Получаем Соответствующие Ответ Денег нет И выдержитесь Все Денег нет Ну конечно А денег нет Слушайте Юрий Львович Деньги-то сейчас Деньги-то сейчас Будут У нас на этой неделе С коронавирусом Активно боремся Нам будут давать И будут давать Подождите Нет Ну то, что будут давать Это как бы отдельная история Но мы же еще и сэкономили У нас Я так понимаю На этой неделе Не состоится Традиционное Наше мероприятие Празднование Празднование Дня города На эти Дни всегда обычно Выделялись Какие-то средства Я смотрела Не самые огромные Ну они были Они были Вот Я так понимаю Что решение конкретного Потому куда эти деньги Потратить и переправить Сейчас нет Ну нет Администрация Наверное несет предложение Следующей корректировки бюджета На ваш взгляд Куда их надо потратить На мой взгляд Я бы отправил На поддержку Малого Совсем бизнеса И На проведение Нового года Где Значительно Урезаны были Бюджеты А при эффективном Использовании денег Я думаю Что И в чуть Большем бюджете Может быть Очень качественно И хорошо Провести празднование Нового года Которое Жители города С удовольствием Воспримут Я напомню Да Что Одно из последних Решений Которое было принято Относительно Нового года Это там практически В несколько раз Снизили сумму На празднование Это игра Оппозиционных партий Которые хотят Вспомнить Своё Детство Тяжёлое детство Деревянные игрушки Я не сторонник Деревянные окна Юрий Львович Старые Распыхающиеся И выпадывающие В детстве А окна Мы по депутатским Наказам Занимаемся Этой проблемой Решаем Я думаю Что департамент Образования При тех усилиях Которые бы он Мог приложить И работая С областным бюджетом Эту проблему Мог бы решить Если мы не можем Решить даже Об открытии Там Смешных суммах Вопроса Открытия пункта Первичного приёма Больных в озерках Где уже скоро будет 10 тысяч Жителей Так 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 А можно поподробнее Специально подготовленное Помещение Было из-за Нераспорядка Ну и правильного Движения Действий Министерства Нашего здравоохранения К сожалению Это не городского Починения Областное Да областное То специализированное Помещение было Передано частником Для работы И микрорайон Опять лишился Очередного места Хотя Хотя обещания Областной администрации Ещё в период 2018 года Было о том Что в ближайшее время Будет открыт Такой пункт Приёма Первичного приёма Ну с некими Там ещё Возможности Я так понимаю Что там ведь Это всё вопрос Договорённости Между застройщиком И министерством Как раз застройщик Выполнил все свои Обязательства То есть застройщик Был готов Эту Он подготовил Помещение Которое соответствовало Всем СНИПам Он предлагал его Выкупить Он предлагал его В аренду Но к сожалению Наше министерство Отрицательно Все эти вопросы Рассмотрел Мы построим Новое здание Поликлиники Обещание Мы администрации Очень верим Но это Во-первых Будет через 5 лет А население Сейчас должно Пользоваться А квартиры В озерках Продаются довольно активно Да И семьи там молодые Которые рожают детей Которым соответственно Конечно же Это больше даже Для пожилого населения Там его тоже немало Да И перемещаться В различные поликлиники От пятой до Поликлиники Которые находятся В центральной гостинице Ну достаточно сложно Пожилому населению Ну во-первых Это были обещания Которые были подтверждены Соответствующими бумажками Практически С печатями Где стояли росписи министров К сожалению Подписи господина Курдюмова Там не было В тот период Ну я надеюсь Дмитрий Александрович Разберется с этим вопросом Дмитрий Александрович Мне кажется Основной противник Появления таких вещей Почему Не знаю Он знает Куда направить средства Понятно Ладно У нас остается Не так много времени С вами До конца программы Еще шесть минут И еще две темы Которые я бы хотела С вами обсудить Это история С голосованием По конституции Мы сегодня Об этом уже говорили С вами Да Говорят, что оно просто Должно состоится Да Голосование по конституции Состоится Оно пройдет В течение недели По-моему Голосовать можно будет С 25 июня По 1 июля Включительно Причем там еще И требования Снижены по участкам Не обязательно приходить Именно на свой Можно как-то зарегистрироваться И прийти туда Где вы сейчас находитесь Да Если вы живете Не по месту прописки Еще что-то Вот Я хотела с вами Этический вопрос Судить на самом деле Юрий Львович Потому что Мы видим Сейчас В течение последнего месяца По центральным телеканалам Достаточно большое количество Роликов Агитационных Которые призывают Не просто прийти на участки И проголосовать Которые Объясняют Почему нужно проголосовать За поправки Не кажется ли вам Что это Наверное не все понимают В чем Вот они разъясняют А вот так Да Конечно Ну потому что Прочесть 120 поправок Я думаю Что если Полтора процента Населения наше Прочитает Это будет Очень хорошо Мы также знаем Что материалы Ну ладно Не буду про это Тебе говорить Да О дунских наших делах Разного уровня То есть Вы считаете Это просто Людям объясняет Суть каждой поправки Вот Через эти ролики Их поправок Очень много Их много Да Ну мы видим Те которые Наиболее Как кажется Тем которые Занимаются Пропагандой Более Чем Чем занимаются Пропагандой Нет Мы сейчас Про телевизионных Говорим Специалистов Или про людей Которые заказывают Эти ролики Которые заказывают Которые заказывают Понятно Так Телевидение Это же просто инструмент Для подачи Это есть интернет Это не в интернете Размещается В разных социальных сетях Они рассказывают Почему нам Почему это важно Да Вы сами пойдете На голосование Теперь вернемся К следующей теме В этот раз я вам скажу Вообще Обычно я не комментирую Так как я долгие годы Был все же руководителем СМИ Поэтому считал нужным И я редко На самом деле Ходил практически на выборы Чтобы не задавать вопрос Вы за кого голосовали Потому что Нехорошо будет Если будешь обманывать Ну в этот раз Я наверное пойду Голосовать Я не буду вас спрашивать Будете вы голосовать За или против Все равно Может мне спросить Я вам все равно не отвечу Вы не ответите Понятно Но голосовать я пойду Голосовать вы пойдете Вас не смущают Агитационные материалы К этим вот самым Голосованиям Там выбором За или против Которые не совсем Этически Безупречные Я бы сказала Так Ну во первых Вот я видела у нас На Октябрьском проспекте Билборд Где нарисованы два паспорта Один российский Другой зарубежный Перечеркнут И там написано Запретим Двойное гражданство Чиновникам Ну понятно же Что люди Естественно Когда мы еще что-то Можем запретить чиновникам Огромное количество Народных пойдет Ну у нас депутаты Не имеют права Уже давно Двойное гражданство Не имеют Ну понятно То есть это вот депутаты Вот важный видать Пункт Там вообще много чего написано В Конституции Которое я считал бы Не совсем существенными Вопросами Которые надо выносить Именно в Конституцию Ну раз Есть такие Умы Которые это считают Пускай считают дальше Понятно Прогнозы Вы не можете дать Я так понимаю Потому какой будет явка В Кирове Как вам кажется Насколько активно люди пойдут Учитывая пандемию коронавируса Явка будет Та которая нужна Я думаю И проголосовавших Будет столько же Нет На самом деле Наш Это я уже серьезно Совершенно говорю Население Очень доверяет Владимиру Владимировичу И оно сделает Тот выбор Который планировался Понятно Как вам кажется История История С Конституцией Каким-то образом Поможет Открытию бизнесов Вот это вот Предстоящее голосование Которому Вроде как у нас Должна успокоиться Ситуация с пандемией Или нет Ну может И повлияет Ну вот по Москве Просто говорят Что все анонсированные Послабления Их строгого режима Они связаны Именно с тем Что предстоит Вот это вот Голосование По поправкам В конституцию И соответственно Людям надо объяснить Раз уж вы Идете голосовать Значит можете идти И в магазин И в кафе И в парк Один из факторов Наверное Да А что будет потом? А потом Будем Смотреть нашу статистику И понимать Что будет потом Понятно Юрий Шлемензон Мы же не будем Гадать на цену на нефть Так же не будем Гадать на цену на нефть В нашем эфире Не дает прогнозов К сожалению Да Депутат Кировской Городской думы Есть более опытный Политики Которые дают прогнозы Хорошо Спасибо Юрий Львович Особое мнение На этом завершается До свидания Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok